Всем привет! С вами Андрей Паев и новая серия карьеры за Манчестер Юнайт. После паузы, которая была вызвана определенными обстоятельствами, возвращается карьера за Манчестер Юнайт. Вот у нас сейчас кубок, но мы играем с командой Крабли, кажется называется, не знаю, я хочу симулировать этот матч. Не хочу я играть в этот поединок, честно, поэтому давайте симулируем его и узнаем, как мы сыграли. Ну, 2-1 мы выиграли. Бентаке, Эзекелл. Все, мы пошли в следующий раунд. О, у нас сейчас начинается Лига Чемпионов. Эзекелл вызывает общий восторг. Ну что, это интересно. По работе со сборными в Португалии и Индии. Ну, Португалия, ладно, вот Индия, это вообще, наверное, мечта любого тренера. Возглавить сборную Индии. И матч мы играем против итальянского Наполя. Подождите. Все правильно. Так, састров. Ну и, наверное, так, на правый фланг я выпущу Тейлора. Вместо на аним. И на левый фланг я на эту бюро выхожу. А что, буду так сыграть? Нужный матч. Все, выниму нас на атак. И... Так, а вот запас. Лонгур. Ну вот, начнем. Первый наш Лига Чемпионский матч против Наполя. Приветствую вас перед началом настоящего кубка со всеми активными атрибутами. Ну, Инсиньер, бывший игрок неаполитанского клуба. Честно, какие чувства он сегодня испытывает, играет против своего прежнего клуба. И вот Наполе идут в атаку. Это интересно. Монтое тут отбирает. Тейлор с мячом. И Хамшик против него отлично побороюсь и отобрал мяч. Тейлор пасует на Варана. Монтое, по сути, на Дзагоева. И Дзагоев. И тут... Тут вроде как Алан нарушил правила. Зунига. Не знаю, может не так читается фамилия, это футболист. Я его первый раз слышу, честно. И Бентеке идет в атаку. Бентеке и... Изикел и... И в кого-то из защитников попадает. Там момент-то был опаснейший. Алан Дзагоев пошел подавать эту головой. Подача и удары. И... Рейна вытаскивает и забирает этот мяч. На опаснейший момент сейчас создал. Бентеке кажется это был. Ну и вот сейчас Манчестрина этот мог вполне выйти вперед в этом матче. И идет Игуаин в атаку. И тут что-то непонятное. Бихроми. Ой, опасно. Ой, Калихон. И Калихон сейчас отдает и бихроми. И... И не точно бихроми и бьет. Дегей. Дегей молодец в данном эпизоде. Вообще. Филайни. И Алан Дагуэ. И это нарушение в случае желтой карточки, судя по всему. Да, Игуаин получает желтую карточку. Нарушил правила Манефилайни. Ну подкарта такой, знаете, угромный. Бывает и хуже, конечно, не спорю. Но в данном эпизоде такой серьезный. Вот Джон Тейлор. Джон Тейлор против Зуниги. Ну не точно. И Дзагоев. И пасует на Изюкелла. И на Табирола. На Табирола. Входишь в штрафную подачу. И Бентеке. И удары гола. Вот вам и на Табирола. Вот и на Табирола. Какой навес на Бентеке. И Рейна ничего не мог сделать в данном эпизоде. 1-0. Манчист на этот повел в счете. Ну да. Как я уже говорил, он не является фанатом Манчестера. И на это, да. Ну, честно, смотря как происходит. Какие события происходят в клубе. Какое место занимает. Ну, грустно становится. Осознавая то, что некогда великий клуб. Прозевает в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. Идзагоев. Идзагоев. Рейна забирает мяч. Не сказал Наполя, забирает мяч. И Рейна выбивает вперед. 29-й минуту матча. Мы впереди. Идзагоев. Идзагоев идет. И обыгрывает. И его час удары. Идзагоев и удары Рейна забирает. И на это Бероло поборолся. И Зикел не смог выиграть эту верховую борьбу защитника Наполя. Маджо идет вперед. Но тут хорош. Хорош Филуини. Бессомненно. Глукшов. Но от него мяч отобрали. И теперь Анаполя идет в атаку. И вот Игуаин. Что-то тут закрутился. И мячик потерял. И Бентеке. Смотрите, как поборолся и вытащил этот мяч. Идет в атаку. И на вес сейчас будет Бентеке. И ничем этот опасный по сути момент не заканчивается. Зунига. Я еще раз говорю, слегка вот ошибаюсь. Не так называю, произношу. А это там ваш любимый футболист или просто футболист. Прошу не обижаться. И что тут? А, ну, типа, мы нарушили правила. Вот эти толчки, там вот это вот спину кто-то поставил острее. Ну, честно, надо раздражать. Не понимаешь просто, что там было. Сейчас встать-то. Кристиан Пентеке. Вовсайд. Да и Альбиоль будет пробивать. Филайни. И Тейлор. И Джон Тейлор. И Гуаин. Ох, опасно сейчас Маджо. Это есть 100% не уверен. Ну, это бюро, вот я левым фондом не играл в первом тайме. Кроме того, голевого момента я и не помню. И Пентеке должен убегать. И Гуаин. Кристиан Пентеке делает дуба. Еще в первом тайме. И разводится в сторону защитника. Наполи. Пробил классно слева ноги. 2-0. И мы сейчас судяга перерасили все. Сейчас. Последняя атака на этой атаке. Ну, и все, мяч мы отобрали. И 2-0. Первый тайм закончен. Да, пока ничего иметь не буду. И второй тайм начали. И Секел с мячом. И Нета Берола. Как я уже говорил, случайно нашего врага этого. Как-нибудь запишу и видео про Ultimate Team. Ну, так вот, этого игрока нашего в Ultimate Team. Буквально за какие-то копейки. Но он там у меня столько халов что-то уже поназабивал. Тейлор. Ну, вы знаете, что оно так далеко, что надеется на голову этой ситуации наив. И в атаку идёт Наполе. Мне писали, что видео подключиваться, смотреть, но не знаю, почему это происходит, честно. Либо программа так действует, либо ещё почему я ответить не могу. Так. Наверное, замену сделаю. Вот тут подустали. Нета Берола для Гоев. И как раз-таки Инсинио выпущу. Бентаке тоже подустал. Хавьер и Рернандес я выпущу. И надо вместо... Что это у нас? Теперь, да, так. И я выпущу Майкона. Кто-то скажет, три замены сразу. Ну, ты всегда это делаешь. Ну, вот так вот я. И Тейлор. Будет интересно, если Инсинио там Боус делает или голевую передачу. И Дагеев забирает мяч. Дагуев идет в атаку. Наверное, последняя атака. И его потом отчет. Сейчас заменится. И... Алан может забить. Да. Вот так вот обидно сейчас Дагуев поет в штангу. И... И счет мог стать 3-0. Остается прежним. 2-0. Жаль, жаль. Опасный момент. Был хороший эпизод. Вот Загуев. Дагуев не реализует свой момент. Не по своей воле. Так сложилось с обстоятельством. И Инлер идет в атаку. Сейчас будет навешивать или пасовать. И нет. Бьет. И Дагеев, ну, хорош. Вот в ультименте я играл в гейме. Ну, честно. А вот в карьере он очень хорош. Дагуев идет снова в атаку. И тут повис Сабалетов. Сабалетов пришел в Наполе. Это интересно. Ну, я замену сделал. 53-я минута была. Сейчас уже 68-я минута идет. И брюхи, и наши игроки новые еще не выше. И шов подает. И... Монтой сейчас будет бороться. И... И Секел. И Бентеке. И... И не точно. И сейчас будут проведены замены. Показы автора первой голевой передачи на Тоберолу. Ну, я говорю, как-то не играл левым флангом, поэтому почти не был заметен. Вот они, наши игроки вышли. Надеемся, Хавьера нам тут что-то создаст. Майкон. Кто-то называет Майконом. Ну, кому как больше нравится. Сашел, будто не заметен. И межморочный вратарь, и удар, и удар, и воздействие достаточно далеко. И Филуини. И вновь... Ох, хорошо поборо... Ой, дважды, молодец. Вот Филуини супер, ах ты. Я думал, нажал случайно кнопку, но... Навеса, но нет. И Глайндет в атаку. И Майкон. Ну, смотри, как хорошо прессингует нашего игрока. И Калейхон идет в атаку. И Инсинио. И вот он Инсинио идет на ворота бывшего клуба. И... И нет, ничем он пробил, Рейна вытащил. Ну, хороший момент был. Жаль, жаль, что я не забил Инсинио. Инсинио снова идет в атаку. И 3-0, как раз-таки Инсинио забивает. Ну, классный полузащитник. Вот жаль, что у нас не хватает. Атака, он очень-очень хороший. Он на флаге может играть. И вот под нападающими ЦАПа. Вот до этого он был... Еще вот, наверное, Каффишу только вот 14-й выпустили. У него позиция была не форвард, а центр форвард. Ну, поняли, да, о чем я имею в виду. Ох, я что-то заговорился и туда бросил. Хамшик идет в атаку. Ну, так вот. И в принципе, на позиции нападающего использовал. Он его утимейт, тем еще это есть. И нападающий он тоже отличный. Единственное, как у него недостаток, это то, что он рост невысокого. И вследствие чего... Ну, вследствие чего угловой не особо хорошо играет. Ну, вот закончился матч. Мы выиграли 3-0. Ну, я думаю, что мы... Если повезло, может быть, даже на первом месте ЦСКА проиграл Антерлехту. Барселона выиграла. ПСВ, кажется. Ох, следующий у нас матч принципиальнейший. Мы играем против Манчестер-Сити. А пока мы идем на первом месте, Манчестер-Сити идет только на четвертом месте. И у них отрыв... Мы отрываем от них на 4 очка. Так, на этом все. С вами был Андрей Файб. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте мои видео. И все, в принципе. Пока-пока.